Всем привет! На одном из видео, которое я делал до этого, я показывал, как установить домашний медиасервер на основе Jellyfin. Это очень удобный и функциональный сервис, который позволяет организовать свою домашнюю видеомедиатеку на одном сервисе. И потом подключаться с разных устройств к нашему серверу и смотреть наши любимые фильмы, либо сериалы. И через некоторое время появилась потребность в хорошей, удобной и современной системе, которая позволяет управлять и читать электронные книги. Есть много решений, которые позволяют установить локальную программу на Windows, Linux, либо даже на мобильные устройства. И потом просто загружать туда ваши электронные книги в различных форматах. Но локальное решение это не очень удобно, так как все находится только в одном месте и мы должны использовать только одно устройство. Если мы, допустим, читали какую-то книгу на компьютере, сделали закладку, где мы закончили, и потом, допустим, в поезде хотим продолжить читать с мобильного устройства, мы этого сделать не можем. Нам нужно иметь копию книг на разных устройствах и запоминать, на ком месте мы остановились. Поэтому локальные решения отпадают сразу. Нужно искать хороший функциональный центральный сервис. Далее я решил найти систему, которую я могу установить на своих серверах и которой я смогу подключаться с различных устройств. То есть через веб, через приложение, ну и другие возможности. Таких вариантов на самом деле не очень много. Самый популярный, наверное, сейчас это Calibre плюс Calibre Web. Далее был вариант Comgo. И вариант, на котором я остановился, это Covita. Именно на этом видео я вам покажу, что такое Covita, как она устанавливается, как работает, и как мы можем закинуть в данный сервис наши электронные книги. И посмотрим, какие функции и возможности эта программа нам предоставляет. На официальном сайте вы можете также попробовать демо данной программы. Вам не нужно ничего устанавливать, вы просто переходите в демо, здесь указывается имя пользователя и пароль, и там вы можете попробовать функционал данной программы. Когда я попробовал, мне в принципе все понравилось, и я решил эту систему использовать. Давайте посмотрим, как она устанавливается и что нам для этого нужно. Итак, варианты установки у нас есть нативная установка, то есть мы просто можем устанавливать программу на Windows, Mac, Linux. Самым обычным способом, здесь все описывается. Также, если вы не хотите ставить на Linux, у вас только есть Windows, вы можете это делать, здесь указывается полностью инструкция. Далее, самый популярный способ установки, это как Docker-контейнер. Наверное, это самый практичный способ. Есть много вариантов, как мы можем поставить, с каких репозиториев. Это способ мы будем использовать. Далее, установка на NAS-системы. Но, в принципе, это все упирается в то, что мы будем ставить именно Docker-контейнеры на наши NAS-системы. У нас есть Android, Synology, QNAP и TrueNAS. И у нас есть еще Manage Hosting. Здесь ничего сложного нет, вы просто берете в аренду какой-то сервис в паблик-клаудах. И, в принципе, это все способы установки. Итак, мы будем ставить через Docker-install. Для этого нам нужно подготовить виртуальную машину с Linux либо Windows, на котором работает Docker. В официальной документации у нас есть три репозитория, с которых мы можем устанавливать Docker. Это Linux-сервер, Docker Hub и GitHub. Нажимаем, и у нас сразу же отображается Docker-compose-файл, который мы, в принципе, можем сразу же и использовать. Копируем это все и переходим на сервер. В качестве сервера я использую Ubuntu. И давайте сразу проверим, работает ли у нас Docker. Docker-version. Docker работает. Сейчас ничего не запущено. И давайте создаем папку, где будет храниться у нас Docker-compose-файл. Я обычно создаю это в опт-директории. И также создаю под-директорию с названием сервиса, который я буду запускать. В моем случае это ковито. Заходим в данную папку. Она пустая. И создаем наш Docker-compose-файл. В принципе, ничего сложного. Запускаем любым редактором. Я использую Vim. И в этот файлик мы вставляем то, что мы скопировали с официального сайта. Все, теперь нам нужно несколько параметров немножко подредактировать. И все мы сможем запускать. Нам в первую очередь нужно изменить волюмы. То есть те места, где будут храниться наши электронные книги. Поскольку я хочу, чтобы у меня все было в одной директории, то я буду заменять эту директорию в ту, где хранится у меня Docker-compose-файл. То есть опт, ковито, готово. И теперь нам стоит указать временную зону. Для того, чтобы у вас правильно отображалось время, когда вы читали, либо время загрузки, и также логи, чтобы соответствовали вашему времени. Готово. Нам, в принципе, теперь больше ничего редактировать не нужно. Когда мы запустим наш файл, то наш сервис будет доступен по IP-адресу нашего сервера. И также порт 5000. На этом все. Все. Запускаем наш файлик. Пишем doko-compose-up. И запускаем в dth-mod, то есть в background. Готово. Проверяем работу для контейнера. Docker-ps. Все работает, все отображается. Также у нас указываются порты. Посмотрим IP-адрес нашего сервера. APA 4041 в конце и порт 5000. Заходим в браузер и порт 5000. Вот наш сервис работает. Теперь нам нужно создать админ пользователя. Указываем имя пользователя, email аккаунт и пароль. И теперь мы можем войти на сервис. У вас, как и у меня, будет по умолчанию стоять английский язык. Давайте сейчас его менять не будем. Я потом покажу один нюанс. Чтобы забросить наши книги, мы указывали также в doko-compose-файле директорию. Вот директория, где будут храниться наши книги. То есть это директория на хосте, то есть на сервере. И он пробрасывается в контейнер books. Посмотрим директорию, которая у нас в данной папке есть. Вот наша директория books. То есть то, что мы указывали вот здесь. Заходим в books, и у нас как бы там ничего не будет. Она пустая. И что нам закинуть книги в данный сервис? Нам нужно их забрасывать именно на сервере. Возможности забросить через графическую оболочку у нас нет. На официальном сайте также указаны, какие форматы поддерживает данная программа. Если вы используете Manko либо Comics, вот формат, который вы можете забрасывать в данный сервис. Если книги, то у нас есть три формата на выбор. И для изображений у нас также есть несколько форматов. Самый простой способ, чтобы забросить с Windows на Linux систему какой-то файл, либо скопировать из Linux, это использование программы WinSCP. При запуске WinSCP программы у нас сразу же отображается окно для подключения. Нам нужно указать протокол, который мы будем использовать для передачи наших файлов. Это по умолчанию для Linux системы SCP. Здесь не нужно ничего устанавливать. Далее указываем хостнейм, IP-адрес нашей системы. Порт 22, это порт по умолчанию. Далее указываем имя пользователя и пароль. При подключении у вас будет две области. Локальный компьютер и удаленный сервер. На локальном компьютере мы заходим в директорию, где хранятся ваши e-book. А на правой стороне мы заходим в директорию, куда мы должны скопировать наши книги. Как я и говорил, у нас находится все в папке opt-covita. И далее заходим в папку books. Давайте просто скопируем сейчас наши две книги. Но пока что не повторяйте, нам нужно сделать еще один шаг больше. Нам нужно создать поддиректории. Давайте сделаем одну поддиректорию, и я покажу, в чем собственно суть. Новая директория, и назовем ее token. И в эту директорию мы закинем нашу книгу token. Готово. Все, есть. Наше копирование книг завершено. Переходим снова в браузер к нашему сервису. Обновим страницу, но здесь у нас ничего отображаться не будет. Нам нужно, как здесь указывается, добавить библиотеку. Нажимаем settings at library. Пишем имя. Это у нас будут книги. И выбираем тип книги. Нажимаем далее. Добавляем папку к нашей библиотеке. Здесь у нас также отображаются наши папки, которые у нас находятся в контейнере. И выбираем здесь папку books. Также здесь отображается наша папка, которую мы только что создавали. Нажимаем share. Далее. Можно добавить картинку к вашей библиотеке. Я этого делать не буду. И также здесь можно указать, какие типы файлов будет поддерживать данная библиотека. В принципе, все самые популярные файлы EPUB и PDF, которые мы можем использовать, не включены. И мы здесь, в принципе, можем все оставлять по умолчанию. Нажимаем save. Готово. Идет сразу же синхронизация. У нас здесь одна папка отображается. И можем сразу перейти на домашнюю территорию. Как видите, у нас одна книга отобразилась. Мы можем ее запустить. Можем читать. Также при запуске книги у вас слева будут отображаться некоторые настройки, которые вам позволяют немножечко оптимизировать, как будет отображаться книга. Еще в самом низу у нас есть настройки background, то есть подложки. Очень удобно это сделать цвет, как у бумаги. И, возможно, так будет приятней для глаз читать наши книги. До этого мы забрасывали две книги на наш сервер. У нас есть властин колец и у нас есть инструкция по Kali Linux. Но здесь отображается у нас одна книга. Почему? Потому что нам все книги нужно забрасывать в поддиректории. Я показывал, как это делается в WinSCP. Это удобно, когда вы много забрасываете. Но также вы можете создать папку на самом сервере и туда перенести вашу книгу. Давайте сделаем все же на самом сервере. Мы сейчас находимся в той директории, куда забросили наши книги. И создадим еще одну папку Linux. И в эту директорию мы забрасываем теперь инструкции по Kali Linux. Move Kali Linux в директорию Linux. Готово. Возвращаемся к нашему сервису. Обновляем страницу. Опять ничего у нас не отображается. Для этого нам нужно зайти в настройки. Здесь переходим в библиотеки и нажимаем refresh. Сканирование нашей библиотеки. Готово. Возвращаемся назад. И все, видим, что наша книга в PDF формате также загрузилась без проблем. При нажатии на название книги у нас будет отображаться некоторая информация по этой книге. Можем скачать эту книгу. Можем отредактировать информацию, метадата и так дальше. Это очень удобно, если у вас большое количество книг. Вы можете удобно их сгруппировать по вашим тегам, по категориям, по жанрам. В общем, настройок очень много. Все основные настройки у нас находятся справа вверху. Как вы заметили, наша программа отображается на английском языке. Мы это можем также изменить в настройках. И здесь сразу же вы можете изменить язык. В процентах здесь также показывается, какое количество настроек меню уже переведено. Также очень важная вещь. Если вы будете добавлять других пользователей для данной системы. Также нам нужно указать роли, которые будут даваться этому пользователю. Если вы изначально не дадите роль админ данному пользователю, то данный пользователь не сможет изменить язды интерфейса. Даже если вы потом добавите админ. Скорее всего, это баг и будет решение в следующих версиях. Ну, по крайней мере, я такое заметил. Поэтому мы создаем пользователя сразу с правами администраторов. Как можно видеть, сейчас система подключена по протоколу HTTP. Что для локальной работы, если дома вы только запускаете, вполне нормально. Но если вы хотите через интернет иметь доступ к вашим книгам и читать книги в поезде, допустим. То стоит, конечно, настроить HTTP с подключением. Для этого нам нужно добавить сертификаты. Но напрямую добавить сертификаты в данную систему не получится. Нам нужно использовать прокси-сервера. На официальном сайте у нас есть информация и руководство по разным прокси-серверам. Это Apache, Kedi. Наверное, самая маленькая конфигурация для Kedi. Также HAProxy, Nginx и Nginx Proxy Manager, который, я думаю, используют многие. Здесь полностью есть руководство, как вы можете подключить, как настроить HTTPS и как добавить сертификаты. В этом видео я не буду углубляться, как настраивать прокси. Ссылка на прокси будет в описании и справа вверху. Там вы можете посмотреть, как настраивается Nginx Proxy Manager. Ну и давайте посмотрим еще некоторые настройки, которые мы можем сделать. Мы можем добавить различные устройства к данной системе. Если нажмем Add, то у нас есть платформа, которую мы можем добавить. Это уже преднастроено Kindle, Kobo и Packetbook. Как вы помните, при добавлении какой-то книги нам нужно было нажимать Refresh библиотеки. По умолчанию у нас стоит обновление библиотек один раз в день. Если вам нужен этот параметр ZMI, то здесь в тасках вы сможете это сделать. Ну а на этом у меня все. Думаю, система вам понятна, очень легко устанавливается, настраивается. И вы можете ее использовать у себя на серверах. Всем спасибо за просмотр. Приятного чтения. До новых видео. Всем пока.